Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Повторимую интонацию невозможно тем, кто хотя бы раз видел его на сцене или слышал его песни Я хочу, чтоб жили лемеди И от белых сталь И от белых сталь Мир добрее сталь На качелях Ты опять со мной Дай мне снова быть моей весной Крикни в небо Я люблю Пусть мир узнает Тайну твою В сегодняшней передачи речь пойдет о творчестве Евгения Мартынова, которого называли «белым лебедем» советской эстрады. Вот уже 20 лет его нет с нами, но по-прежнему не утратили свежести и обаяние его мелодии. А начнем мы нашу программу с выступления Леонида Серебренникова, который много лет дружил с Евгением Мартыновым и работал с ним. Итак, на сцене заслуженный артист России Леонид Серебренников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты все, чем дышу И все, чем живу Ты голос любви весны Тебя я опять И жду, и зову Мы быть на земле рядом должны Серебряный луч Серебряный луч Леснет с высоты И снова уйдет в поднебесие Услышь мою песню Вот моя песня Песня, в которой Ты И Тебе Издалека Далека Восхищенная река Стремится Тебе Улетают облака Улетают облака И птицы И я тебя Обязательно найду Обязательно найду Жизнь моя Закрой глаза Я так хочу Тебе присниться Я в небе большом Всех птиц обгоню И нежность Душе Сохраня Твой дом Я найду И в дверь позвоню И ты Как судьба Встретишь Меня Серебряный луч Блеснет с высоты Надеждой Блеснет И спасеньем Возьми Мое сердце Вот Мое сердце Мое сердце В котором Ты Мое сердце Тебе Издалека Далека Восхищенная река 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 Закрой глаза, я так хочу тебе присниться. Я уйду от тебя, я скажу напоследок, прости. Я уйду, но покой тебе никогда не найти. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Я уйду, и останешься ты со слезами одна. Ты меня позовешь, ни единого звука в ответ. Ты раскроешь объятья свои, а любимого нет. И ладони подымешь, и станешь молить в тишине. Чтобы я появился, вернулся хотя бы во сне. И не видя дороги, ты кинешься в горестный путь. Вслед за мной без надежды меня отыскать и вернуть. Будет осень, под вечер друзья соберутся твои. Кто-то будет тебя обнимать, говорить о любви. Будешь ты равнодушна к нему, безразлична к нему. Бесполезно тебя навязной соблазнять и манить. Даже если захочешь, не в силах ты мне изменить. Будет горькая память, как сторож стоять у дверей. И раскаянный камень повиснет на шее твоей. И протянешь ты руки, и воздух обнимешь ночной. Вот тогда ты поймешь, что навеки рассталась со мной. Весна прилетит, обновит и разбудит весь мир. Зацветут маргаринки, раскроются белые жасми. Ароматом хмельным и густым переполнятся сны. Только горечь разлуки отравит напиток весны. Задрожат твои пальцы, плетущие белый венок. И в слезах ты припомнишь того, кто сегодня далек. Кто исчез и растаял, как свет на сыпучем песке. А тебе завещал оставаться в слезах и в тоске. В одиночестве биться дрожжа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие мое. Вот заклятие мое. Остановишься ты на пороге апрельского дня. Ни покоя, ни воли, ни радости нет без меня. Я исчез и растаял, как снег на сыпучем песке. А тебе завещал оставаться в слезах и в тоске. В одиночестве биться дрожжа, как ночная трава. Вот заклятие мое, вот заклятие мое. Вот заклятие мое, да не сбудутся эти слова. Мало кто знал, что за внешней улыбчивостью и легкостью характера Евгения Мартынова скрывался человек тонкий, очень ранимый, с богатым и сложным внутренним миром, который открывался тем, кто слышал и понимал его песни, необычайно мелодичные и всегда очень добрые. А ведь были у него и песни, наполненные настоящим неподдельным драматизмом. Евгений Мартынов был чрезвычайно требователен к поэзии. И порой его музыка настолько сливалась с поэтическим словом, чужим поэтическим словом, что казалось, что и стихи, и музыку пишет один и тот же человек. И сейчас прозвучит одна из самых драматичных и экспрессивных баллад Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева «Лебединая верность». Встречайте в программе «Романтика-романса» Маша Кац. Над землёй летели лебеди солнечным днём. Было им светло и радостно в небе вдвоём. И земля оказалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил. И вырвался крик «Что с тобой, моя любимая?» Отзовись скорей. Без любви твоей Мне бы всё грустней. Где же ты, моя любимая? Возврати скорей Красотой своей Нежной Сердцем мне согрей В небесах искал подругу Звал из гнезда Но молчанием ответила Птица Беда Улететь в края далёкие Лебедь не мог Потеряв подругу верную Он стал одинок Ты прости меня, любимая За чужое зло Что моё крыло Счастье не спасло Ты прости меня, любимая Что весенним днём В небе В небе голубом Как прежде Нам не быть вдвоём И была непоправимою Эта беда Что с подругой Не встретиться Он Никогда Лебедь Вновь Поднялся К облаку Песню Прервал И Сложив Бесстрашно Крылья Он На землю Упал Я Хочу Чтоб Жили Лебеди И И От Белых Стай И От Белых Стай Мир Добрее Стал Пусть Летят По небу Лебеди Над Над землёй моей Над судьбой моей Летите В светлый мир Людей Игорь Иванович Я замечал, что песни Евгения Мартынова ценят даже тех, кто предпочитает классическую музыку эстрадной. И это не удивительно, поскольку в произведениях Евгения Мартынова чувствуется настоящая композиторская выучка, рука музыканта-профессионала. А с другой стороны, писатель Борис Полевой очень точно назвал Мартынова Есениным в музыке. И сейчас на сцену выйдет певица, которая тоже дружила с Евгением Мартыновым. Встречайте, народная артистка России Галина Ненашева. Партия фортепиано Юрий Крашевский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня пусть начинается Прожили мы не зря Посидим по-хорошему Пусть виски запорожены На земле жили, прожили мы не зря За рекой вспыхнет морюшка Высоко встанет солнышко Упадет в землю зернышко В нужный срок Только бы в поле в опале Дождичек сыпал вовремя А потом, чтобы вовремя лег снежок Только бы в поле в опале Дождичек сыпал вовремя А потом, чтобы вовремя лег снежок Спелый хлеб закачается Жизнь, она не кончается Жизнь, она продолжается Каждый раз Будут плыть в небе радуги Будет мир, будут праздники И шагнут внуки-правнуки Дальше нас И шагнут внуки-правнуки Дальше нас Песня пусть начинается До небес поднимается Светом пусть наполняется Как заря Посидим по-хорошему Пусть лиски запорожны На земле жили-порожили Мы не зря Посидим по-хорошему Пусть лиски запорожны На земле жили-порожили Мы не зря Я вышел с подарком, который только что получил за кулисами Это роскошная книга о Евгении Мартынове «Лебединая верность» Евгения Мартынова Здесь собраны и документы И высказывания друзей Подготовил эту книгу Родной брат композитора Юрий Григорьевич Мартынов Тоже композитор Заслуженный деятель искусств России Которого я с удовольствием приглашаю к нам на сцену Добрый вечер, Юрий Григорьевич Добрый вечер, Юрий Григорьевич Добрый вечер Евгений Григорьевич Ваш старший брат На 9 лет На 9 лет А вот с этой характеристикой Бориса Полевого Есенин в музыке Вы согласны? Ведь что-то есенинское в нем было Отчасти да В обаянии Ну в первую очередь в том, что и Есенин из глубин народа И Женя из глубин народа Мы из простой семьи Женя родился на Волге Потом переехали мы в Донбасс Здесь уже и вы родились Я уже родился в Донбассе Отец, так сказать, украинец у нас Мама русская И, так сказать, служащих Отец музыкант Играл на всех инструментах Вот понемножку Мы жили, так сказать, в одноэтажной домике Двор, так сказать, несколько домов стоят И у кого какой праздник Все приносили табуретки Стол большой, второй стол У кого что было выпить У кого что было закусить Этот праздник все знали Что происходит во дворе Кто что празднует И, так сказать, те, кто мог петь Пели Вот Женя был один из тех Который сразу стал играть на баяне На аккордеоне Поэтому уже с такого возраста Его ставили на табуретку Вот, на стол Вот, и он играл Ну и плюс, конечно же, песни Тогда были песни какие? Ну, из репертуара Великановой Так сказать Вот, из репертуара, ну, Утесова Понятно, Рыбников тогда был Женя как раз был в материале вот этих песен И практически вся среда Его уже учила В каком возрасте он сочинил первую песню? Первую песню он сочинил в 71-м году Значит, это было 22-23 года Вот, это была «Березка» на стихе Есенина И «Баба» была до матери потом Вот у Маши, как матери двоих детей, вопрос к вам Вы рассказали уже немного про атмосферу семьи Про талантливого папу Ну, расскажите мне немного про маму Мама фронтовая, медицинская сестра В 42-м году, в 17 лет она оказалась сразу на фронте И с 3-м Украинским фронтом Она, так сказать, от Сталинграда прошла до Будапешта До Венгрии Там, на 3-м Украинском фронте, она и познакомилась в госпитале Вот с раненым своим мужем Григорием Ивановичем Мартыновым Спасибо большое и благодарю вас за то, что вы делаете Желаю вам удачи в вашей деятельности Спасибо вам большое Благодарю вас Безо всякого сомнения, понятие «отчий дом» для Евгения Мартынова Было совсем не пустым звуком Все, кто его знали, вспоминают, каким трогательным он был в семье Как он относился к своим родителям Возможно, отсюда и столько песен, посвященных родным Это и расскажи мне, мама, мамины глаза, письмо отца и отчий дом Балладу о матери на стихи Андрея Дементьева Исполнит для вас народный артист России Народный артист Татарстана Ренат Ибрагимов Добрый вечер Постарела мать За много лет А без те отцы на нет и нет Но она все продолжает ждать Потому что верит Потому что мать И на что надеется она Много лет, как кончилась война Много лет, как все пришли назад Кроме мертвых, что в земле лежал Сколько их в то дальнее село Мальчиков безосых не пришло Раз село присылали По весне Фильм документальный О войне Все пришли в кино и старый млад Кто познал войну и кто есть Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой Трудно было это вспоминать Вдруг с экрана сын взглянул на мать Мать узнала сына в тот же миг И пронесся в отельский крик Алексей Алешенька, сынок Алексей Алешенька, сынок Слово сын ее услышать мог Он рванулся из траншеев в бой Стала мать прикрыть его с собой Все боялось, вдруг он упадет Но сквозь годы мчался сын вперед Алексей, кричали земляки Алексей просили, да беги Кадр сменился Сын остался жить Просит мать о сыне повторить Просит мать о сыне повторить Просит мать о сыне повторить И опять в воду он бежит Жив, здоров, не ранен, не убит Алексей Алешенька, сынок Алексей Алешенька, сынок Алексей Алешенька, сынок Слово сын ее услышать мог Дома ей все чудилось кино Все ждала вот-вот сейчас в окно Посреди тревожной тишины Постучиться с сын ее с войны АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, природа таланта Евгения Мартынова И как композитора И как необычайно задушевного исполнителя В первую очередь лирическая Именно вот за эту интонацию Его и буквально сразу полюбила вся страна На нашей сцене певица Ирина Шведова В исполнении которой сейчас для вас Прозвучит еще одна замечательная песня Евгения Мартынова Я жду весну Ирина Шведова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Луч солнца пробудил цветок лесной Вновь бродит всюду май Растаял снег Все лучшее приходит к нам с весной Ты стань моей весной навек Я верю, что любовь всегда права Я ждать ее всю жизнь не могу Мне так нужны сейчас твои слова Как солнце моему цветку АПЛОДИСМЕНТЫ Ты где-то далеко, но я с тобой Я знаю, что настанет этот час Мы встречу назовем своей судьбой Лишь пусть весна ищет нас Я верю, что любовь всегда права Я ждать ее всю жизнь не могу Мне так нужны сейчас твои слова Как солнце моему цветку Я верю, что любовь всегда права Я ждать ее всю жизнь не могу Мне так нужны сейчас твои слова Как солнце моему цветку Наша программа подошла к концу Евгений Мартынов был большим тружеником И за 42 года, отпущенному судьбой Успел очень много Сегодня мы услышали совсем немного Песен из его большого наследия Но даже услышанного довольна Для того, чтобы вновь почувствовать То богатство, которое заключено В этих, казалось бы, простых мелодиях И в заключение еще одна песня Евгения Мартынова Исполняет заслуженный артист России Леонид Серебренников «Чайки над водой» Вдали шумит прибой Сердце там твое Приходит грусть порой Когда не ждешь ее И ты спешишь со мной К морю красоты Где чайки над волной Как белые цветы Опять я вижу В белых чаек над водой В их светлом танце Мы с тобой Опять я вижу Как легко они кружат Взгляни над морем снегопад А может, это сон Может, снится мне И нежный шепот вон И песни в тишине Но сквозь морской прибой Чайки вновь слышны Я знаю Нам с тобой Завидуют они Опять я вижу В белых чаек над водой В их светлом танце Мы с тобой Опять я вижу Как легко они кружат Ах, взгляни над морем Снегопад А если грянет гром И придет беда То каждый добрый дом Открыт для них всегда Я снова буду рад Шелест весны И чайки к нам летят Счастливые, как мы Опять я вижу В белых чаек над водой В их светлом танце Мы с тобой Опять я вижу Как легко они кружат Взгляни над морем Снегопад 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok